Не отключайте питание радиоприёмников. Начинается передача данных. Здравствуйте, друзья. В эфире передача данных. Меня зовут Мария Баченина. И сегодня мы с вами отправимся, ну, далеко, но ненадолго. Речь я решила повести о мамонтах. Да не одна, потому что в гости к нам пришёл, за что огромное спасибо нашему эксперту. Ярослав Попов, научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея. Ярослав, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте. Про мамонтов я вот решила, знаете, встать на позицию обывателя. Ну, нас большинство. Что мы знаем про мамонтов? Мы их видим, да, если закроем глаза, мы можем их с лёгкостью представить. Мохнатое огромное животное с гигантскими бивнями. И всё. Ну, в целом, картинка рисуется правильно. Это радует. Да-да, это правда. Так вот, рекой, не всегда. Но, с другой стороны, хочется понять, а что значит вымерли мамонты? Если бы меня сейчас на улице встретили и спросили, Мария, почему вымерли мамонты? Я бы, наверное, ответила, что из-за вечной мерзлоты. Но, готовясь к передаче, я увидела гипотезу о том, что мамонтов съели. И, на самом деле, даже, может быть, и не мы, карманьонцы, да, в прошлом, а какие-нибудь неандертальцы поживились как-то более активно. Вот расскажите нам, давайте с финала начнём. Куда пропали мамонты и почему? Ну, начнём с того, что мамонты, на самом деле, исчезли сравнительно недавно. Многие думают, что мамонты жили только в каменном веке, и вообще никто и никогда не мог бы их увидеть в уже более-менее цивилизованные времена. Однако, когда уже строились египетские пирамиды, например, пирамид Тотанхамона, некоторые мамонты всё ещё жили на Белом свете. Вот последний, по некоторым оценкам, жил где-то 4,5 тысячи лет назад. А где жил он? То есть, совсем уже недавно, но жил он на острове Врангеля, то есть, далековато от египетских пирамид, поэтому, конечно же, цивилизованный мир никогда мамонтов не видел. Но чисто теоретически мог бы. Больше того, это была уже особая популяция карликовых мамонтов, то есть, они уже тогда вырождались, и уже только такие самые небольшие островные разновидности остались, и всё остальное уже исчезло. А они стали карликами, потому что остров меньше, и мамонт должен быть меньше. Ну, примерно так. На самом деле, на островах в Сирии есть какие-то свои специфики. Там очень часто появляются, например, какие-то чрезвычайно крупные особи, или, наоборот, чрезвычайно мелкие. То есть, это известный феномен, он и сейчас проявляется. Гигантские черепахи на каких-нибудь островах живут, наоборот, какие-то карликовые животные. Понятно. Нет, вы меня, конечно, я уверена, что не только меня поразили, сказав, проведя эту временную прямую, пирамиды Тутанхамона, они как-то близки к нам, тепло там. Я к чему веду? К тому, что почему мамонт обитал там, где он не мог продолжить, так сказать, своё существование? Вот почему так природа распределилась? Как его туда забросило, на остров Врангеля? Ну, как забросило, это тоже довольно сложно сказать. Но, скорее всего, заплыл. Впрочем, возможно, что в тот момент мамонты тоже плавать имеют. Возможно, что он перешёл по льду, когда, соответственно, всё это было покрыто ещё ледником. Это даже более вероятный сценарий. Но, в принципе, тут вопрос не в том, почему он, собственно говоря, там остался, а в том, почему он в других местах исчез, где, казалось бы, мамонтам гораздо лучше было бы жить. Да, на острове Врангеля не самый тёплый климат. Ну, да, но мамонты вообще, как бы, судя по всему, жили не в самых тёплых местах. В самых тёплых местах жили другие. Хоботные, например, слоны и предки современных слонов. Нет, ну, это понятно. А чего же они тогда замёрзли, как говорится? Ледниковый период и мамонты – это связанные вещи? Безусловно, мамонты, конечно же, обитали в основном именно во время ледникового периода. И вот как бы после ледникового периода мамонты довольно быстро стали загибаться. И, собственно говоря, поэтому они и исчезли, возможно, как раз из-за окончания ледникового периода. Но на самом деле вот тут как раз с гипотезами вымирания мамонта есть некоторые вот тоже сомнения. Вообще, чего только не выдвигают, там вплоть до очередного падения метеорита, каких-нибудь там версий или ещё что-нибудь? Да, 10-километровый там писали. Какой-то грохнулся, и всё. Обязательно, да, да. Какой-нибудь метеорит надо уронить, без этого никак. Ещё желательно на Брюсу вылететь, туда заслать. Это вообще шикарно будет. Так, хорошо. Но вообще вот есть основные две версии, почему всё-таки мамонты вымерли на континенте, где их, собственно говоря, изначально было много. Первая версия, что, собственно, как раз климатические причины в этом в основном виноваты. То есть, закончился ледниковый период, стали изменяться окружающие условия среды, и мамонты не смогли приспособиться. Причём, судя по всему, в конце ледникового периода там не то чтобы, наоборот, потеплело, и мамонты сразу там зажарились от жары невероятной. А снега стало гораздо больше. Вот как ни странно, но большая часть ледникового периода осадков-то было, на самом деле, сравнительно немного, и влажность была достаточно низкая. И мамонты легко могли из-под небольшого количества снега достать себе корм. А если снега стало много, то уже никакие бивни тут не могли помочь им раздобыть пищу, и мамонты, в общем-то, потихонечку могли от голода-то изогнуться. А что они ели? Растения. Безусловно, растения. И в основном это была, видимо, какая-то травянистая растительность. Частично это были какие-то кустарники. Вообще, на самом деле, вот иногда представляю себе мамонтов именно вот таких животных, которые обитают посреди вот таких бескрайних снежных полей. Просто там на леднике сидят мамонты и хоботом шевелят. Но на леднике, очевидно, есть особо нечего. А мамонту, как и любому современному, нужно было огромное количество пищи ежедневно. Ну, так вот, мамонты обитали на особых уникальных экосистемах, которые называются лесотундры или же вот такие мамонтовые степи. Так это у нас есть такие вроде на территории нашей страны? Мамонтовых степей сейчас нету. Нету, да? А. Ну, лесотундры. Да-да-да, это я говорил, спрошу прощения. Не лесотундры, а тундра степи. Тундра степи или мамонтовые степи. Ага. Это действительно такие очень специфические сообщества, которых сейчас нет. Они характеризовались отсутствием деревьев, они характеризовались достаточно холодным климатом, но при этом очень большой продуктивностью растений. То есть растительный покров был очень богатый, и он был способен прокормить множество крупных животных и вот огромную биомассу, то есть огромное их количество. Ну, во-первых, самые мамонты, шерстистые носороги сами по себе крупные, и, судя по некоторым оценкам, их там были тысячи и даже сотни тысяч особей. То есть все это надо было прокормить, еще постараться. Кроме того, известно, что и другие животные, которые до сих пор, допустим, обитают, такие как олени, лошади и так далее, они тоже были гораздо более многочисленны, чем сейчас. И вот все это богатейшее сообщество, вот подобное сообщество современных саванн африканских, вот скармливали эти самые тундра степи. А если сейчас будет вопрос такой, знаете... И вот они-то как раз в конце Ледникового периода стали исчезать. Да, это стало понятно. А если взять сейчас и противопоставить мамонта и слона, слон же его предок? Нет, слон не его предок, слон не его... Ладно, неважно, все равно они похожи, и мы их, значит... Братик, 10-городный человек. И мы их, значит, столкнем. Кто победит? Ну, вот, так скажем, хилый мамонт и крупный слон. Ой, любимые столкновения разных животных. Ну, сложно их-то ценить. На самом деле, опять же, некоторые думают, что мамонты, они прям вот совсем какие-то невероятные великаны. Вот, мне-то уже так кажется. Ну, это, опять же, не то чтобы совсем неправда, но это не совсем точно. Дело в том, что слоны, их мы знаем вот сейчас три вида. Если мы возьмем там еще древних слонов, то окажется, что их там десяток видов. Ну вот, и все это называется слон. И понятное дело, что некоторые слонов, они совсем небольшие, другие – большие. То же самое с мамонтами. Мамонты – это совершенно отдельный род, и у них тоже было множество видов. И среди них были карликовые мамонты, которые в холке там были полтора метра, и по размеру были гораздо меньше, чем и наши коровы. И были великаны, скажем, колумбийские мамонты, которые действительно конкретно там, по-моему, под три с половиной метра, что ли, были в холке. То есть, это действительно были хорошие такие великаны. Но вот классический мамонт, которого все себе представляют, который жил конкретно вот у нас, там, допустим, 10 тысяч лет назад, и которого мы хорошо знаем по всевозможным замороженным тушкам. Это, соответственно, так называемый шерстистый мамонт. Вот если брать классического вот этого шерстистого мамонта, то он был крупнее, чем современный сон, но ненамного. То есть, чуть-чуть крупнее, чем современный сон. Но победил бы, значит? Библия же у них длиннее. Наверное, да. Если сталкивать их, все-таки бы победил. Хотя, конечно, это всегда в некоторой степени спекуляции. Конечно, спекуляция. Так мы же журналисты и есть, те самые спекулянты, когда другие вымерли во время советского ледникового периода. Слушайте, вот эти бивни, они действительно были гигантские, судя по картинкам, по фотографиям. А чем обусловлено? Ну, ведь сейчас у слонов, у бивней такой же функционал, как у бивни мамонтов. Ну, в целом, да, за исключением того, что, опять же, бивни мамонты, как предполагается, могли использоваться для выкапывания из-под снега какой-нибудь пищи. Вот слонам такой необходимости нет, поэтому в этом плане они, видимо, были даже более функциональны и больше всяких выполненных задач. Много бивней осталось вообще? Вот много мамонтов сейчас замороженных? Ой, на самом деле, невероятное количество. Ну, подождите, бивни и замороженные мамонты – это все-таки сильно разные вещи. Согласна. На меня просто произвело впечатление вот этот замороженный мамонтёнок, прям, знаете, готовый продукт к употреблению. Слушайте, я, знаете, сейчас, наверное, паузу возьму, и мы продолжим, друзья. У нас в гостях научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Ярослав Попов про мамонтов, про то, как на них охотились, и все-таки, почему же они вымерли в следующей части передачи данных. Мы снова в студии. Это передача данных. Меня зовут Мария Баченина. А в гостях у нас научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Ярослав Попов. Мы говорим о мамонтах и остановились на бивнях, правильно? Все-таки сколько нашли бивник, что там с бивнями и так далее. И отдельно сколько нашли мамонтов. Вы начали говорить много, а потом говорите, подождите, Мария, стоп, бивни, мамонты, разные вещи. Вот давайте, чтобы я вас не путала, слово вам. Хорошо. Ну, во-первых, вы сказали, что бивни, мама, они крупненькие. Это правда. Я, честно говоря, точную цифру не помню, но есть там в книгах рекорда Гиннесса рекордные размеры мамонтов. По-моему, это что-то порядка пяти метров. Пяти метрам, туда же пять-семь тонн. Это по поводу рекорда. Что касается формы бивней мамонта, они тоже, ну, многие их видели и представляют, что они выглядели совсем не так, как у слонов. Они такие довольно-таки закрученные, там кончики у бивней друг к другу направлены. То есть, они весьма специфическую форму имеют. И, конечно же, эти бивни очень хорошо изучены, их очень большое количество находят. Но чтобы вы понимали, что такое очень большое количество, это там десятки, а то и до сотни тонн в год. Большая часть этих бивней идёт на продажу, причём много из них уезжает за границу, в том числе, особенно в Китай. Многие жители Якутии и других северных наших регионов собственно живут за счёт вот этого мамонтового экспорта. Как бы там ни было, учёные в некоторой степени сквозь пальцы смотрят на эту распродажу бивней, потому что много их всё-таки. Не нужно столько музеям бивней, уже все музеи уже насыщены в целом. Конечно, есть какие-то уникальные экспонаты, которые хотелось бы музеям заполучить. А вот так вот массово собирать бивни, складировать их, забивать им все помещения, нет никакого абсолютно смысла. Если говорить о замороженных тушах мамонта, ну это, конечно же, в любом случае единичные находки. Но если когда-то это, допустим, был один мамонт раз в сто лет, то есть там вот в 1799 нашли, потом там в 1902 году следующего, там почти через сто лет и так далее, потом в 1977, то есть, ну, редко их находили. То есть сейчас конкретно каждый год там по два-три замороженных мамонта находят. Они не всегда шикарного качества, то есть иногда это действительно что-то абсолютно уникальное, иногда это просто какие-то отдельные кусочки там мяса, фрагменты шерсти и так далее. Редкие, но все-таки попадаются. Они пролежали 10 тысяч лет? Не только 10 тысяч, там, по-моему, максимальные там и до 50, и даже до 60 тысяч лет некоторые татировочки. Так что хорошо лежат давно. Ну, все же пишут о том, что вот у ученых есть идея возродить мамонта, скрестить его со слоном. То есть мы берем оттуда частички, да, как-то их скрещим, выращиваем. Вот про это расскажите нам, пожалуйста. Безусловно, идея такая есть. Больше того, под эту идею выделяются очень хорошие деньги. А зачем? Ну, во-первых, как бы нужно продвигать науку, а это вот то, чего мы пока делать не умеем. Мы вот уже научились склонировать, надо теперь склонировать что-нибудь древнее. А дальше уже, глядишь, интерес к этому упадет, и можно будет переключиться на что-то другое. То есть пока это просто такой чисто научный интерес, который, может быть, как-то удастся применить потом в практической цели. В конце концов, это был какой-нибудь парк мамонтов, который будет приглашать людей зарабатывать хорошую денежку. Но мы же знаем, чем закончился парк юрского периода. Это так, на минуточку. Ну, это фантазия закончилась. А вот чего там на самом деле будет этот вопрос? Вот я как раз там читал некоторые комментарии относительно парка юрского периода, относительно того, какой там ужас-ужас случился, и вот действительно могло бы такое случиться на самом деле. Некоторые особо опытные специалисты, в том числе те, которые там консультировали, такие как Джек Хорнер, собственно, парк юрского периода, они прямым текстом говорят, что на самом деле вот как бы фильм классный, но на самом деле споситировали парк юрского периода, такого бы никогда не произошло. Все было бы мирно, спокойно, тихо. Я вас обязательно позову по теме динозавров, поговорим. Так что, друзья, это вот такой анонс. И снова про мамонтов, чтобы я не отнимала у вас время. Второй момент. В принципе, есть чисто теоретическая возможность использовать мамонтов для восстановления вот этой самой тундры степи. Да ладно? Да, то есть чтобы восстановить уникальное экологическое сообщество с высокой продуктивностью, прекратить разрушение тундры, собственно говоря, в какой-то степени приостановить ледниковый период и таяния льдов. И вот считается, что если мамонтов клонировать в достаточном количестве, если их заселить на их коренные земли, то это может буквально изменить там нашу планету. Такие прям мамонтовые скрепы получаются, да? Ну да. На каком этапе эта вся история? Ну, на самом деле, дело движется. Хотя некоторые, конечно, делают громкие заявления, что мы через год клонируем мамонта, мы через два года клонируем мамонта. Проходит два года, они говорят, ну вот сейчас мы ещё ничего не клонировали, но через два года-то точно всё будет. Всё-таки, на самом деле, научные данные показывают, что действительно процесс движется. Во-первых, если раньше, допустим, в 90-е годы, мы, изучая мамонтов древних, могли найти какие-то фрагментики ДНК, там, ну, допустим, в десятки нуклеотидов, да, вот этих вот шариков, с которых ДНК состоит, там в тысячи, а в целом в диноме мамонта это миллиарды, то есть это вообще такие были фрагменты ничтожные, ну, просто ерунда полная. То вот уже в 2006 году была полностью реконструирована так называемая метахондриальная ДНК мамонта. То есть, ну, как бы не то, что поэтому ДНК может было мамонта клонировать, но это уже очень существенная информация, благодаря которой можно мамонта сравнивать с разными животными, много чего про них узнать. Дальше, вот, собственно, пытаются эту ядерную ДНК как раз воссоздать, и больше того, я даже там слышал такие новости, что, мол, уже даже воссоздали её полностью. Есть сейчас там очень интересные методики, которые позволяют из отдельных мельчайших кусочков восстановить целую цепочку, там вот сравнивая фрагменты и так далее. Как интересно. Очень интересно такое сшивание как бы цепи ДНК. И вроде даже её сшили. Как раз некоторые уникальные находки позволяют восстановить существенные фрагменты ДНК мамонта. Например, в 2013 году был найден мамонт с просто фантастической сохранностью, у которого там было красное мясо, вот буквально вот там. Его есть можно было практически. Буквально да. И у него кровь жидкая текла из этого мамонта. Нет, вы меня разыгрываете. Кровь мамонта была и сохранилась через сколько-то там, 20 тысяч лет. Люди, вы это слышите? Это просто в голове не укладывается. Ну, правда, потом, когда изучили, оказалось, что это не чистая кровь, а с какими-то там примесями всякой там жидкости. Ну, ещё бы он пролежал сколько-то. Но всё-таки, по крайней мере, гемоглобин там нашли. Ну, то есть, большей частью это действительно кровь. Это фантастико. Кстати, а как их можно было убить? Вот древние люди, как они могли их убить? Сейчас, ладно, закончим про ДНК и про клонирование. Хорошо. Пройдём к охоте. И последний момент, значит, что касается клонирования, если даже там не удастся как-то восстановить мамонта, вот сейчас в последнее время возникла новая тенденция. Сказали, надоело нам мамонта клонировать, мы его сейчас слепим. Вот мы возьмём слона, добавим к нему несколько кусочков ДНК от мамонта, чтобы у него шерсть была густая, чтобы жир был классный такой, толстенький. И всё, и запустим этого вот нового мамофанта, как его прозвали, на север. Сейчас вот работают американцы над этим, и вот говорят, что тоже там уже большой прогресс. Слушайте, ну флаг им американский в руки. Серьёзно, и вот здесь без всяческих изделок, потому что я за клонирование. Как минимум интересно детям будет показать. А всё-таки как их можно было убить? Там толстый слой жира, огромный мех. Как наши могли с ними? Значит, резон, конечно же, был. Потому что там и кость мамонтовая, с которой много можно чего делать. Есть в том числе уникальные такие вещи, как, например, копья из полного бивня мамонта. Причём их как-то выпрямляли, и вот до сих пор это непонятно. Это у нас там обнаружили такие. Поразительно. Вот, на стоянке Сунгирь. Вот да, есть всякие предметы, сделанные из кости мамонта. Известно, что как-то использовали шкуру мамонта. Некоторые даже строили дома из костей мамонта. Безусловно, можно было использовать мясо мамонта. То есть убивать мамонта резон был. Но другой разговор, то что как это можно было сделать, да и делали ли это вообще? Или просто уже брали там, не знаю, какие-то туши убитых мамонтов. Вот это уже вопрос более серьёзный. Вначале, конечно же, казалось, что мамонтов убивали. Причём есть там множество картинок в вачебниках, когда там, скажем, со скалы какой-нибудь камень на мамонта скидывают там. Или какую-нибудь яму там вырывают, и там копья туда тыкают, чтобы мамонт туда провалился и на них накололся. Но вот как-то если представить себе чисто технически, ну вот, например, копать яму в вечной мерзлоте, да, с инструментами каменного века, ещё там какие-то копья туда, потом гнать туда этого мамонта, как-то маскировать эту яму. Ну, как-то довольно фантастически всё это звучит. Вряд ли всё-таки так действовали. Больше того, вот когда стали уже конкретно этим вопросом заниматься, оказалось, что костей мамонта везде, на всяких стоянках действительно полно. Но вот костей, которые бы содержали всякие следы именно охоты, практически нет. Вот буквально там парочка таких находок по всему миру, когда там вот именно в лопатку какого-то мамонта, по-моему, там воткнуто копьё и ещё чего-то. То есть, когда уже можно предположить, что действительно этого мамонта убили. Во всех остальных случаях остаётся вероятность, что всё-таки это уже нашли мёртвого мамонта или вообще его кости. Ох! Вот. То есть, получается, что если и охотились, то, скорее всего, достаточно редко. Ну, то есть, они охотились не за едой, а за тем, что использовать в быту. Не, ну и за едой, безусловно, я думаю, тоже. Ну, как мерпичинкой, да, разживались? Ну, вот. Не, ну, если говорить там о костях мамонта, всякие там бивни и прочее, это, возможно, что использовали действительно уже мёртвых животных. Ну, а если охотились, то охотились, возможно, что именно и за едой. Причём, вот судя по тем находкам, которые есть, единичные, видимо, всё-таки охотились без всяких там извращений, без всяких там камней и ловушек, а именно окружали мамонта и со всех сторон его закидывали копьями, пытались там попасть в самые уязвимые места, там как-то снизу него копьём ткнуть и так далее. Давай, массы давили. Причём, да, причём охотились, безусловно, на мамонтов-одиночек, потому что там отбить мамонта от стада – это просто абсолютно безнадёжное занятие. Самоубийство такое. Мамонты, животные очень сильные. И больше того, конечно же, вот судя, опять же, по тем находкам, в которых уже там точно на них охотились, это животные либо какие-то маленькие, либо старые, наоборот. То есть, это какие-то ослабленные тем или иным образом организмы. Вот с такими мамонтами уже можно было справиться, там шанс был. Вот, ну, осталось буквально несколько секунд, а всё-таки одной строкой. Почему, на ваш взгляд, они исчезли? Ну, я уже говорил о том, что есть вероятность про климат. Вот есть, раньше была такая версия популярная, то, что погибли они всё-таки из-за людей. Ну, и, собственно говоря, многие сейчас пытаются это доказать, потому что, мол, климат и раньше менялся, а вот мамонты жили, а вот потом появился дядька с копьём, мамонты как-то очень быстро закончились, подозрительно всё это. Понятно. Но вот я как-то придерживаюсь такой серединки. То есть, я думаю, что, скажем так, если бы не было бы человека, то, глядишь бы, там популяция мамонтов бы сократилась, но какие-то мамонты на отдельных местах бы выжили, и потом, глядишь, опять бы расселились. Если бы был бы только человек, но климат бы оставался бы неизменным, то, опять же, всех мамонтов он бы не перебил. А тут, скорее всего, климат уже подкосил часть мамонтов, а последних мамонтов добрый дядя и добил. Как говорится, вот и ладушки. Я, друзья, анонсирую, что у нас будут ещё встречи. Научный сотрудник Государственного Дарвиновского музея Ярослав Попов, спасибо вам огромное. Очень интересно. До свидания. Не отключайте питание радиоприёмников. Идёт передача данных.